друзья сегодня короткий апдейт только вернулся из поездки что происходит у нас да ну как я и уговорил уже много раз и в прошлом несколько до этого в раз видео проф видео которые были до этого мы ожидали падения пробили треугольник поторговались буквально все прям вот по по плану да поторговались у этого уровня пробили этот уровень собрали здесь вот в этой области со стопы ушли за него за за вот эту зону и вопрос в том сейчас да что мы увидим дальше то ли мы увидим дальнейшее падение потому что у нас момент инерции очень-очень сильный и вот это может быть лишь некой некой такой отсрочкой как и вот здесь и мы пройдем еще в новую зону под 3000 долларов я думаю что 3100 3200 нас не остановит если уж мы вот так вот пошли вниз и вполне может быть что это будет уже как бы и при вот таком очень резко может движение вниз примерно примерно таком же как вот вот были вот здесь вот да ну здесь совсем было просто свечка здесь было падение вот на котором мы немного остановились то есть видите вот вот так вот если мы сейчас продолжим сделаем еще раз 1 1 еще такое движение то это движение может быть по крайней мере среднесрочной перспективе ну скажем в краткосрочной перспективе последнем закрывающим перед определенной достаточно длинной коррекцией наверх однако однако будем смотреть на объемы с мы будем смотреть на то как себя будет вести цена под по поводу того можем ли мы здесь остановиться я почти на ну не хочу сказать на сто процентов но почти не оставляю шансов на то что мы пойдем отсюда вверх что мы не 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 пойдем ниже потому что опять же что мы видим здесь это здесь нет разворота нет объемов даже вот здесь вот объемы были больше то есть рынок не сопротивляется практически пока рынок не сопротивляется его можно продавить впереди выходные впереди можно дойти до до любых практически низов кроме того если посмотреть даже на не на день до на недельный таймфрейм здесь немножко другое другая шкала нужно смотреть на бит стамп наверно в тем тем не менее до примерно тот тот же самый уровень на 200 дневном 200 дней на скользящий средний вот где-то 3 150 скорее всего от нее мы будем немного отбиваться но я думаю что мы ее пробьем в итоге вниз и зацепим таки эту область то возможно возможно это 200 дневная скользящая не 200 дневная 200 недельная скользящая средняя окажется вот тем порогом до через который медведи споткнуться и мы наконец пойдем вверх после этого ну и конечно не забывать все что я говорю чтобы на личное мнение не инвестиционный совет однако я почти уверен что мы еще не коснулись на никакой драки у нас здесь нет она должна быть либо же понимаете какая штука у нас есть рынок отиси на котором происходит куда больше торговли чем на споте поэтому чтобы киты грубо говоря закупились по таким сладким ценам если не могут закупиться на открытых биржах на не естественно не могут просто закупиться то они либо должны здесь копиться на этих биржах очень долгое время либо отскок от вот скажем вот этого уровня не даст им возможности закупиться на отиси им нужно будет проторчать здесь то несколько дней возможно несколько даже недель чтобы смогли состояться их сделки на рынке отиси где они смогут купить куда больше битков и там те те стартапы те крипто организации которые получили очень много капитала семнадцатом году в конец уже обанкротились продали все свои крипто активы вот эти вот манипулятором рынка ну и конечно конечно официальной причиной этого обвала у нас является то что сек объявили о том что они еще раз откладывают решение по и т.ф. на bitcoin от ванек solid x и должен вам сказать что это прекрасный сигнал потому что они не сделали это в конце месяца во первых во вторых хочу и даже не уже однозначно нет не отклонят его до в конце декабря и 5 тем самым не обрушат рынок то есть мы будем толпиться тут до 27 и какого-то 20 моповом февраля и там уже будет у нас и бакт и там уже fidelity где-то будет на пороге все это будет 1 бы один большой памп если это случится я очень скорее склоняюсь давайте скажем так скорее склоняюсь к тому что сек у нас одобрит эти в конце февраля возможно даже будет замануха и она одобрит его не одобрит его не срока до срока либо же они еще раз его отложат если они еще раз отложат что-то что в принципе как бы незаконно да уже объявлено что они должны решить да или нет но даже если они как-то это пойдут еще раз отложат то это будет уже совсем понятно что они просто тянут время тем не менее они скорее всего скажут да слишком уж много на это причину как и был указывающих на это да плюс вот эти все бак фиделити и полетим to the moon феврале ребят так что ждем скрепимся затягиваем пояса вперед еще новость как вы можете видеть у нас есть такая штука интересный на coin market cap как обмен местами еще двух монеток именно вот сейчас они снова поменялись тут туда-сюда бегают bitcoin кэш и bitcoin св bitcoin кэш и биси как код называть но под можете посмотреть на график недельные вот как двигался bitcoin кэш и вот как двигается bitcoin св св сейчас немножко просил но в принципе он был одно время выше bitcoin кэша она конечно все просто упало в чем фишка здесь ну во первых у нас есть такая новость что битмейн который связан очень во многом с bitcoin кэшем у нас оказалось в лузерах по в третьем квартале много денег потеряли выяснилось выяснилась эта информация и соответственно бисе ищу нас тоже на этой на этом фоне просел ну и вот такая еще новость есть роджера вера вера там битмейн и кракен вообще обменяют манипуляциях с фар хардфорком на bitcoin кэш и там чуть не несут судей судиться с ними собираются но в связи с этим у нас вот вот такие вот происходят штуки а биткоины свитим не менее это просто переход скорее всего майнеров в принципе тех кто вкладывался там bitcoin кэш они переходят в свинка виде в этом альтернативу и вот вот так происходит так что вот такой короткий апдейт на этом затягивать не буду все если был интеллект интересно ставьте лайки подписывайтесь не забывайте оставлять комментарии увидимся с вами завтра в новом апдейте всего хорошего пока субтитры сделал DimaTorzok